Оперативно попасть к очагу лесного пожара и не только поможет новая техника. Последняя в этом году партия спецмашин для лесников поступила в наш регион. На защиту ярославских лесов станут 26 единиц транспорта и 21 единица оборудования. Лесные инспекторы уже опробовали новую технику. Хочется попробовать, конечно, как он вообще себя поведет на бездорожье. Квадроцикл нужен для того, чтобы доехать туда, куда не доедешь на машине. Сюда можно загрузить много чего, чтобы потушить пожар, предотвратить. Но помогать в работе лесникам будут не только квадроциклы. Закуплены пожарная машина, лесохозяйственный трактор, внедорожники и грузовики. Новая техника – отличное подспорье для сотрудников лесной охраны. Условия работы приближены к экстремальным, потому что пни, где-то заполоченные почвы. Трактора часто ломаются, плуги рвутся. И когда техника старая, естественно, риск поломок существенно увеличивается. И поэтому время простоев было гораздо больше. Поэтому новая техника в разы нам помогла увеличить наши показатели. Благодаря новой технике в этом году искусственное лесовосстановление выросло с 20% до 50%. Рады лесники не только транспорту, но и новому инвентарю. Нынче за счет федеральных средств мы приобрели 24 установки противопожарного ранцевого. Это воздуходувки попросту. И 9 единиц еще установок высокого давления противопожарных для тушения низовых пожаров. Автопарк и оснащение в регионе обновились благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов». Он реализуется в рамках национального проекта «Экология». Мы за предыдущие несколько лет, в том числе за истекающий, очень серьезно обновили парк спецтехники, лесопожарная, лесопатрульная, лесной охране, лесничество. Это деньги из федерального бюджета, также части техники мы скупали за наши региональные деньги. В следующем году мы также планируем активное время участия в этом проекте. Всего в лесной охране Ярославской области трудится порядка 170 специалистов. Техника значительно облегчает их работу. Четырехколесные помощники отправятся в районы в ближайшее время. Елизавета Ухова, Сергей Ватин. День событий. Продолжение следует...